всем привет меня зовут осет я хочу вам представить новую теорию эта теория дает объяснение очень многим явлениям к тому же только с этой позиции мы можем дать объяснение эквивалентности гравитационной и нервной массам конечно все это может оказаться обычным совпадением впрочем вы сейчас все сами узнаете 20 веке наука сделала очень большой шаг вперед к пониманию тайн вселенной было найдено взаимосвязь между пространством и временем сначала теоретически а потом и экспериментально было выявлено зависимость течения времени от скорости перемещения в пространстве и от силы гравитации но что если представить что зависимость хода времени от скорости и от гравитации имеет общую природу какими должны быть условия чтобы эти две ситуации были равны предложены альбертом энштейном эквивалентность равно ускоренного движения и состояние покоя в гравитационном поле не дают очевидную эквивалентность для замедления времени ведь для замедления времени во время движения нет необходимости в ускорении, а в случае покоя в гравитационном поле нет никакого перемещения в пространстве. Необходимо ввести новое условие, которое устранило бы такое неравенство этих ситуаций. Давайте будем считать эквивалентными для замедления времени две ситуации. Первое – это равномерное движение в пространстве и второе – состояние покоя в гравитационном поле, но с одним лишь дополнительным условием, что через тело, покоящееся в гравитационном поле, проходит пространство, и величина замедления времени зависит от скорости движения этого пространства. А теперь представьте себе, что движение пространства через покоящееся тело – это и есть гравитация. Но каким образом движение пространства будет создавать силу? Ведь гравитация – это сила, а очень просто. Если движение этого пространства направлено в центр гравитирующего тела, то в процессе своего движения оно будет ускоряться, по аналогии движения идеальной жидкости в конусообразной трубе. И в этом случае и скорость, и ускорение пространства будут иметь обратно квадратичную зависимость от расстояния. Если действие силы на тело заставляет это тело ускоряться в пространстве, то и ускорение проходящего через тело пространства создает силу, которая действует на это тело. Возможно, такой должна была быть формулировка четвертого закона Ньютона. Из этого следует полная эквивалентность гравитационной и инертной массы, которая уже многократно подтверждена экспериментально и с высокой точностью. В итоге мы имеем Если тело движется в пространстве, то время замедляется. И если тело движется с ускорением, то это результат действия силы. А если тело покоится в гравитационном поле, то время замедляется, потому что сквозь тело проходит пространство. И действует сила, потому что пространство движется с ускорением. Но откуда и куда движется пространство? Мы знаем, что Вселенная постоянно расширяется. Расстояние между галактиками увеличивается. Но сами галактики и звезды не изменяют своих размеров. Отдельные регионы Вселенной удаляются друг от друга со скоростями большей скорости света. Но сами галактики в своем пространстве не имеют таких больших скоростей. То есть само пространство дальних регионов Вселенной удаляется от нас. И все это выглядит именно так, как будто пространство Вселенной увеличивается количественно. В то же время пространство движется к ближайшей частице материи. То есть каждая частица материи имеет вокруг себя область пространства, которая постоянно движется к этой частице и входит в нее. Вследствие этого эта область вокруг становится пустой или вакантной. И туда устремляются соседние участки пространства. Так образуется непрерывный поток пространства в каждую частицу материи, которая движется с ускорением. То есть у нас получается, что в каждое тело, обладающее массой, движется пространство, которое пропорционально этой массе. Но почему пространство движется в материю? По сути, в этой теории этим движением пространства объясняются инерционные и, соответственно, гравитационные свойства материи. То есть частицы обладают массой только потому, что по направлению к ним движется и в них входит пространство. То есть именно так связано пространство и материя. А вот почему оно туда движется и что потом с ним происходит? Можно представить себе, что при концентрации слишком большой энергии в одном месте в пространстве образуется, образно говоря, прокол или дырка, и все окружающее пространство начинает туда утекать. Это была шутка. На самом деле я думаю по-другому. Об этом я расскажу в другом видео. А сейчас я вам лишь намекну. Сколько стабильных элементарных частиц, которые имеют массу, вы знаете? Правильно, только три. Протон, нейтрон и электрон. Античастицы я сейчас не учитываю. А теперь подумайте. Сколько из этих частиц не имеют электрического заряда? И что такое электрический заряд? Но учтите, что нейтрон – это всего лишь комбинация протона и электрона с некоторыми нюансами. Есть две установки в нашем сознании, которые, возможно, не дают нам правильно смотреть на вещи. Первая касается пустоты. В нашем восприятии космос пустой, потому что материя все из него вытягивает. А может быть наоборот? Космос пуст, потому что он через движение пространства выталкивает из себя всю материю. И, возможно, именно поэтому Вселенная имеет структуру, похожую на пузырчатую, ячейки которой наполнены пустотой. А на периферии этих ячеек скапливается материя в виде скоплений галактик. И каждая из этих ячеек со временем увеличивается и в целом Вселенная расширяется. Вторая установка нашего сознания, которая, возможно, неверна, это то, что пространство в нашем восприятии является чем-то абсолютным, статичным, постоянным и вечным. Но на чем основано такое восприятие? И является ли оно верным? И здесь не лишним будет вспомнить, что такое материя. А материя при ближайшем рассмотрении представляет из себя экстремально маленькие частицы, между которыми огромное пространство пустоты. По сути, материя – это мелкие сгустки энергии в океане пустоты. И только силы электромагнитного взаимодействия создают иллюзию целостности материи. Эту теорию я назвал «теория движущегося пространства». Эта теория даёт теоретическое обоснование обратно-квадратичной зависимости от расстояния, даёт теоретическую основу эквивалентности гравитационной и инертной масс, а соответственно гравитационной силы и силы инерции. Эта теория даёт объяснение тёмной энергии и тёмной материи и ещё много чего другого. По сути своей, эта теория заменяет гипотетическое искривление пространства на движение пространства, что в результате даёт объяснение многим явлениям. В следующем видео я расскажу вам подробнее о механизме гравитации и о других деталях теории. И сейчас многие из вас задаются вопросом, какое ещё движение пространства? Что за бред? Это невозможно! Но не спешите с выводами. После просмотра нескольких следующих видео, по крайней мере часть из вас будет уверена, что всё-таки оно движется. Гравитата с кем-то и вообще-то до трёх с и RET